Зухит, здравствуйте, меня зовут Оксана, вот сессия буквально несколько минут назад закончилась. Расскажите Ваше впечатление в целом об организации Пластфорума и о том, как прошла эта сессия, чему она была посвящена? Да, форум был достаточно интенсивным, очень интересным, скажем, основная наша тема была затронута в перспективе, преимущество исламского финансирования в целом Узбекистане. Было очень много полезных информаций, обменами, мнениями, там изучали опыт цифровых финтех-компаний, изучали опыт внедрения исламского банкинга, исламского комплайенса, аудита в соседних странах. Я думаю, что такие форумы дают, как сказать, большие возможности для обмена опыта, мнения для участников данного форума. Это реально дает большой стимуль, импульс для развития страны в целом. Тут основное, там, скажем, финансисты-банкиры, да, в этом сегменте очень важно иметь информацию, обменяться опытом, так как рынок не стоит на одном месте, там развивается, там, каждым днем за днем выходят какие-то новые технологии, новые, там, возможности. Поэтому, чтобы остаться в тренде, как говорится, да, такие форумы очень важны. Мы заметили, что как только прошла сессия, к вам уже стали подходить потенциальные партнеры, интересоваться, предлагать свои услуги. У нас также здесь есть два зала выставочных, да, там можно ознакомиться с всевозможными терминалами, продуктами, услугами. Вот как вы думаете, в Узбекистане стоит ли проводить чаще подобный форум и стоит ли расширять, возможно, предложения или темы для общения в рамках пластфорума? Обязательно, да, чаще проводить таких международных финансовых форумов, так как сейчас в Узбекистане идет большой объем работы дигитализации, цифровизации всех сегментов. Это касается финансово-банковской сферы, здравоохранения, транспорта и других направлений. Развитие инфраструктурной базы в Узбекистане, да, сейчас IT-индустрия в целом, да, очень быстрыми темпами растет. Конечно же, современные технологии, скажем, наших потенциальных партнеров, да, для любого, скажем, любого финансового института очень важны, потому что они, во-первых, имеют международный опыт, они уже адаптируют и, скажем, уже тестируют, как сказать, в проде, как называется, да, и они очень, скажем, очень, как сказать, очень востребованы именно сейчас, потому что, я вам пример скажу, только дистанционное банковское обслуживание, может, там, если изучаете рынок, только-только развивается в банковской сфере, да, ну, как сказать, имеют место, где эти финансовые институты должны обращаться именно, скажем, международным нашим таким партнерам, именно внедрение, скажем, таких программных обеспечений. Они очень, скажем, многопоточные, они, скажем, стрессоустойчивые программы, и, как я сказал, они уже адаптированы под наш законодательство, под наш рынок. Поэтому, думаю, только будет интересно. Ну и сейчас у нас вопрос для вас на ассоциацию. Пластфорум для вас это, и попробуйте ответить одним словом. Это тренд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова